Детская поликлиника номер 2 Открылась специальное окошко в регистратуре Остановись, хватит, пора меняться Вы тоже устали от однообразия? Хотите получать свежую и актуальную информацию в одном месте? Мы вас услышали Телекомпания «Новый век» меняет формат Теперь в наших выпусках полная картина дня Общественная жизнь Экономика Происшествия Культура Погода Расскажем, как сэкономить и где обслужить свое авто Ответим на волнующие вас вопросы Подскажем, чем занять ребенка Где провести досуг Как выбрать полезные и здоровые продукты И многое другое Все, что волновало и интересовало на нашем канале «Новый век» меняется для вас Потому что мы – народное телевидение Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ТОВА готовится войти в пилотный проект по внедрению системы управления качеством медицинских услуг Сейчас группа наших врачей выехала в Черногорию, чтобы изучить опыт построения системы качества в здравоохранении по международным стандартам и перенять лучшее из него Как сообщили в Минздраве ТОВА, это командировка – часть плана по подготовке к реализации в Республике федерального проекта, к которому ТОВА присоединилась в 2017 году По словам министра здравоохранения Республики Орлана Дангака, основная цель проекта – организация внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности согласно единым критериям – создание условий для непрерывного совершенствования и развития медицинской организации Предполагается, что новшество создаст условия для еще большей ориентации медучреждений на пациента, роста качества и его обслуживания, освоения тонкости процессного подхода, основ управления рисками, а также будет способствовать постоянному повышению квалификации персонала больницы качества услуг Министр сообщил, что привлечь проект планируется все, без исключения организации здравоохранения, работающие в ТОВЕ Предварительно срок реализации в Республике проекта определен Минздравом Республики в три года до 2020-го После этого участники пройдут добровольную сертификацию на соответствие международному стандарту С начала года сотрудники ГИБДД в рамках рейдовых мероприятий «Маршрутка» выявили более 5000 административных правонарушений в сфере пассажироперевозок Между тем, ответственность лежит не только на водителях Часто сами пассажиры, пренебреграя правилами, ловят маршрутку или выходят из нее в неположенном месте А чтобы сэкономить, несколько минут предпочитают уехать стоя, при этом создавая реальную опасность для себя и других пассажиров Это в очередной раз показал рейд, проведенный сотрудниками ГИБДД Стоит отметить, что с началом учебного года пассажиров в общественном транспорте становится в два раза больше Школьники не всегда задумываются над последствиями и зачастую садятся в переполненную маршрутку Главное – до дома доехать или же не опоздать на уроки Однако, по словам детей, большие автобусы предпочтительнее, дешевле и места больше Но пазиков в городе мало В Кызыле пассажироперевозки осуществляют частные предприниматели и предприятия Кызылгортранс Которые используют транспорт марки «Газель», «Пас» и «Нефас» Всего у нас в Кызыле насчитывается 25 автобусных маршрутов Шесть из которых обслуживают МУП Кызылгортранс на таких линиях, как 6, 6А, 11, 13, 17 и 25 Помимо маршрутных такси сотрудники ГИБДД Города также проверяют водителя на наличие детских удерживающих устройств Главной задачей дорожных полицейских является предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей Ежедневно сотрудниками ГИБДД выставляется автопатрули для проверки осуществления пассажироперевозками Уявляются такие правонарушения, как перевозка сверхколичества допустимых установленных мест То есть перегруза транспортных средств Также на наличие предрейсовых, послерейсеров, медицинских и технического осмотра Это не последний рейс сотрудников ГИБДД Проверки общественного транспорта будут проходить и дальше Количество авиарейсов из аэропорта Кызыл вырастет с 22 сентября в разы Министерство дорожно-транспортного комплекса ТУВ представило обновленное расписание В нем появилось много новых рейсов Авиарейсы в Новосибирск и Красноярск осуществляются теперь 5 раз в неделю В понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье Появился рейс в Абакан по вторникам из Абакана в Кызыл по четвергам Авиарейсы будут выполняться на самолетах типа Як-40, Ан-26 Данное расписание начнет действовать с 22 сентября и будет работать до 26 октября 2017 года Напомним, что в Кызыле завершается реконструкция аэропорта Госкомитет по развитию реформы КНР поддержал предложение главы ТУВ о создании российско-китайско-монгольской рабочей группы по вопросам сотрудничества Напомню, Шалбан Караул сейчас находится с рабочим визитом в Пекине В разговоре с представителями Госкомитета КНР были затронуты темы, в частности, возможности организации авиаперевозок и развития автомобильного сообщения между российской ТУВой и крупными городами КНР Вопросы увеличения туристических потоков, активизации торгово-экономических отношений, реализации иных инфраструктурных проектов с участием инвесторов с обеих сторон В комитете поддержали предложение главы ТУВ создать трехстороннюю российско-китайско-монгольскую рабочую группу, ключевой задачей которой станет координация действий между заинтересованными в сотрудничестве с субъектами власти и бизнеса В Кахеме продолжат строительство крупного спортивно-культурного центра Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении ТУВ на эти цели 480 миллионов рублей за счет средств государственной программы развития физической культуры спорта Вместе с долей самой республики общая сумма капиталовложений в центр в этом году составит более 500 миллионов рублей Спорткомплекс, строительство которого началось в 2013 году, сегодня построен почти на треть по проекту Он представляет собой двухэтажное здание общей площади около 6000 квадратных метров В нем предусмотрен универсальный спортивный зал для проведения крупных соревнований и культурно-массовых мероприятий С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда увеличится на 21,7% Минтруд России подготовил законопроект о поэтапном повышении МРОД до прожиточного минимума трудоспособного населения Рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин В соответствии с поручением президента законопроект предусматривает повышение МРОД в два этапа С 1 января 2018 года до 85% прожиточного минимума трудоспособного населения И с 1 января 2019 года до 100% По словам главы Минтруда России, законопроект будет внесен в Госдуму одновременно с проектом бюджета страны на 2018-2020 годы А курсы валют на сегодняшний день таковы Доллар стоит 58,10 рубля, а европейская валюта стоит 69,68 рубля Если у вас украли паспорт, необходимо в первую очередь написать заявление о краже документов в полицию После стоит обратиться в отдел по вопросам миграции у МВД России по городу Кызылу Для подачи заявления о повторной выдаче паспорта с приложением следующих документов Талон уведомлений из полиции Документы необходимы для проставления отметок в паспорте Фотографии Квитанция об уплате госпошлины в размере 1500 рублей Также заявление можно подать через единый портал государственных услуг Магазин «Уютный дом» предлагает эксклюзивный интерьерный багет и лепнину из полиуретана Для оформления отделки квартир, коттеджей и офисов Наличий и под заказ «Уютный дом» Оюна Крусейды, 54 Часто болеете и простужаетесь? Слабый иммунитет? Выход найден! Солевая пещера «Ассоль» Морской курорт в двух шагах от дома Наш адрес – Калинина, 3, дров 3 В ходе совместного рейда сотрудников дирекции По особо охраняемым природным территориям Тувы и Росгвардии На территории государственного заказника Топсинский Кызылского района Выявлены два факта ношения огнестрельного оружия без разрешительных документов Правонарушителями оказались жители сел Черби и Караха Кызылского района В первом случае основные части одного из огнестрельных ружей были собраны из разного вида оружия Во втором документы на огнестрельное оружие были оформлены ненадлежащим образом Ружья изъяты, а правонарушители понесут наказание Со слов данных граждан, они заехали на территорию заказника для сбора ягод и кедровых орех Режимом заказника гражданам разрешается сбор ягод и орех Но без охотничьих ружей, даже с разрешением на их ношение и хранение Мужчина, потерявшийся в лесу, в Кызылском районе найден живым Напомним, сообщение о пропаже поступило в Тувинский поисково-спасательный отряд МЧС России 16 сентября Мужчины отправились в тайгу на сбор орехов и ягод, и один из них домой не вернулся Спасатели тут же отправились на поиски И вот спустя шесть дней стало известно, что у пропавшей вышел к реке Большой Енисей и встретился с рыбаками Которые довезли его на моторной лодке до Кызыла Он был в удовлетворительном состоянии, от медицинской помощи отказался Со слов спасателей, с собой мужчина были с печки, что и помогло ему выжить в лесу Но при этом не было ни компаса, ни запаса еды, ни других вещей, которые помогли бы ему ориентироваться или иным образом облегчить ситуацию Козылчан призывают провести день без автомобиля Всемирная акция пройдет в эту пятницу, 22 сентября В этот день жители городов отказываются от личных транспортных средств Сменяя их на велосипед, общественный транспорт или даже выбирают пешие прогулки Власти города всех, кто готов стать участником этой акции Приглашают также принять участие в конкурсе на лучший отчет о таком дне в социальных сетях Можно фотографировать и делать видеосъемку в течение дня без автомобиля И выкладывать в сети с хэштегом «Кызыл без авто» Жюри подведет итоги и 25 сентября наградит лучших призами по двум номинациям Для отдельных участников это будет ужин на двоих в новом кафе Абонент на прокат велосипеда на велодорожке Пицца, чтобы подкрепиться Коллектив же ждет абонемент на совместное часовое посещение бассейна, игрового зала и опять же пицца В Кызеле развивается футбольный фристайл Уже опытный профессиональный игрок Александр Аршин с 11 сентября в течение двух недель обучает ребят, интересующихся этим видом спорта Футбольный фристайл, как рассказал Александр, можно сравнить с симбиозом хоккея и фигурного катания В России, а также за рубежом проводятся турниры по фристайлу Александр Аршин член команды Freeway города Новосибирск, один из начинателей этого вида спорта в Сибири Сейчас я участвую ежегодно в онлайн турнирах, езжу на турниры живые Я занял второе место в онлайн турнире ВПСК, это турнир международный по ситингам Также в Барнауле занял первое место, там был турнир арена Freestyle Clash Да, я хочу, чтобы здесь развивался фристайл, потому что я вижу очень много ребят, которые делают такие простые трюки И это уже база во фристайле, они в дальнейшем могут очень хорошо прогрессировать Я вижу потенциал во многих ребятах Оттук увлекся фристайлом, как Александр, увидев ролики в интернете Не остался равнодушен, за собой подтянуло и других своих друзей Это очень захватывающее зрелище, делится Оттук О футбольном фристайле я узнал из видеороликов в интернете, в ютубе Потом в детстве, помню, в школе увидел Сашу и заинтересовался А потом в инстаграме, когда листал ленту, наткнулся на объявление Саши, что проводит набор, так сказать, свою группу Чтобы обучать ребят футбольному фристайлу И пошел туда И вот, теперь уже занимаюсь футбольным фристайлом 4 месяца Мечта, мечта есть у любого фристайлера Выиграть Супербол, Рэдбул, РФФК, турниры всякие, пакт, онлайн-турниры Футбольным фристайлом может заниматься каждый, независимо от пола и возраста Главное – иметь мяч В спортивном зале «Динамо» столичного управления МВД состоялось первенство регионального Министерства внутренних дел по баскетболу Побороться за звание сильнейших прибыли более 100 человек На баскетбольной площадке встретились 12 команд из числа специалистов разных подразделений ведомства В числе которых и районы, а также ветераны По итогам жеребьевки участники были разделены на три группы, в каждой из которых определились финалисты турнира По итогам соревнований третье место заняла команда аппарата МВД Преспублики Тыва Почетное второе место завоевали ветераны ведомства А чемпионами первенства стали представители отряда специального назначения управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Преспублики Гром Также жюри определило лучших игроков соревнований Спортсмены, занявшие призовые места, были награждены дипломами и медалями А команда победителей получила переходящий кубок Победителям предстоит защищать честь МВД Преспублики Тыва в соревнованиях на первенстве «Динамо» В ближайшие сутки местами по Республике Тыва ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду В горах мокрый снег, возможно гроза Козыле облачное с прояснениями, небольшой дождь, также возможно гроза Ветер северо-западный 6-10 метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду Температура воздуха днем плюс 13, плюс 15 градусов, ночью плюс 1, плюс 3 Атмосферное давление 709 миллиметров ртутного столба В течение дня будет падать По сообщению Гесметио, в предстоящие сутки в Туране и Ародане пасмурно, небольшой дождь Температура воздуха утром плюс 7, днем плюс 12 На полке и в Танзебее также пасмурно, но без осадков Температура утром плюс 7, днем плюс 12 По всей трассе проезд удовлетворительный МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА